Турнир Ультракап, который служит образцом фанатского единения, прошел в Екатеринбурге. Правда, спортивный праздник в этот раз получился с грустным оттенком. Почему, расскажет Александр Кесель. За две недели до начала соревнования новость о смерти Виталия Спиридонова, который много лет был символом фан-сцены Челябинска, потрясла всех. Недолго думая, организаторы решили посвятить турнир его памяти, а вырученные деньги передать его семье. На соревнования заявилась и челябинская команда «Сектор А», но для них результат имел второстепенное значение. Мне о футболе порой думали, очень печально, что все-таки турнир должен приносить радость, радость победы для нас, к сожалению, не радости победы, и для нас этот турнир не особо, так скажем, задался. Желающих помериться футбольными талантами, а не разнообразием зарядов на трибунах, на запасном поле стадиона «Уралмаш» вызвалось 10 коллективов. Для них несколько обязательных условий. Профи отсекались сразу, каждый игрок должен иметь в послужном списке не менее двух выездов, но и вступительный взнос. Правда, это касалось только екатеринбургских коллективов. Здесь такая своя атмосфера, что все команды поддерживают друг друга, и это приятно. Поэтому старались, но чуть не получилось просто. После группового этапа здесь определился квартет сильнейших, который вышел в полуфинал. Состав участников был разнообразен как географически, а в решающие матчи пробились представители Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска, так и в плане спортивных предпочтений. Сектор А и драйв. Хоккейные фанаты «Ультра» и «Беймолния» футбольные. В финале же встретились команды, представляющие игру с мячом. Местная «Ультра-14» одержала победу над тюменской командой «Беймолния» со счетом 3-1. На самом деле команда очень сильная, все знакомые, но все сильные команды. Нам повезло в этот раз, обычно не везет, в этот раз повезло. После финального свистка по правилам любого турнира, даже любительского награждения, призеры получили медали и кубки определили лучших игроков «Ультра-кап». Но не это главное. Собранные средства, а это порядка 13 тысяч рублей, были переданы семье Виталия Спиридонова. Это и была главная цель турнира. Александр Кесли, Радик Аскаров, События ОТВ.